Приветствую вас, Алексей. Давайте разберем ваш текст, который вы написали. Смотрите. У меня есть ощущение, что вы хотите совет. Совета мы вам не дадим, потому что психологи не дают советов, а помогают человеку разобраться в себе. Второе. У меня появилось ощущение, что вас не устраивает то, что и в том, и в другом варианте вас что-то не устраивает. Но так и должно быть. Нигде не будет плюсов и нигде не будет минусов. Есть только плюсов, нигде не будет, и только минусов, нигде не будет. Будет и плюсы, будут и плюсы, и будут минусы. И это нормально. Вопрос заключается в том, что вам важнее, что вам ценнее. Вопрос в том, согласны ли вы платить. Ну, расплачиваться. Нести ответственность за свое решение. Как мне кажется, что проблема находится, проблема кроется не в работе, не в выборе. В тех моментах, которые составляют ваши противоречия. Ну, например, вы пишете, меня зовут Алексей, мне 29 лет. Вот, какое для вас имеет значение возраст, очень важно, потому что про возраст вы свой говорите не первый раз. То есть, как бы, ну, чувствуется, что возраст для вас значение имеет. Вот, и довольно такое, ну, довольно серьезное значение для вас имеет возраст, вот, потому что вы говорите, ну, вы пишете о том, что вас как-то вот напрягает то, что... Вы будете старше своих коллег по работе, если будете работать там, где работать хотите. Вот, и я бы сказал, что вопрос возраста, это вопрос вашего восприятия себя, это вопрос того, как вы к себе относитесь, это вопрос того, как вы себя воспринимаете, это вопрос того, насколько вы себя цените, да, да, и насколько вы, ну, вот, собственно говоря, комплексуете по поводу, там, своего возраста, например. Вот, поэтому момент это очень важный, и его нужно исследовать, какое значение для вас имеет возраст. Я имею в виду возраст, вот, именно ваш. Дальше, есть жена и ребенок, полутора лет, ну, полутора лет. В каких отношениях вы с женой, устраивают ли они вас полностью, потому что у меня было ощущение, что, ну, вы ждете от жены точки какого-то дохода. Восемь лет работаю в этой сфере тестирования программного обеспечения в одной и той же компании. В это время стали отлично разбираться в этой области, руковожу небольшим отделом, получая хорошую зарплату, и появилось огромное свободное время, огромное количество свободного времени, 19% рабочего дня. Ну, я думаю, что в это свободное время вы, при желании, могли бы уместить все, что вам нужно делать, да, то есть все, что вы хотите делать. То есть, 90% рабочего дня, это очень много. Проблема в том, что последние пару лет работа нравится все меньше и меньше. Изначально все у меня только из-за денег, чтобы перейти в разработку. А почему не перешли? Разработка на данный момент не сложилась, я ее пробовал, но времени возможности особо не было, полностью мне перейти. Что это значит? У вас определенно было возможности больше перейти в разработку, когда у вас не было кредита, когда у вас не было ребенка. Непонятно. С появлением семьи, а также неудачного опыта в открытии бизнеса, появился кредит, денег стало хватать не так, чтобы притык, но остается немного. Опять же, как связано ваше желание заниматься разработкой и тем, что вы пытались открыть бизнес? Позволить себе что-то большее, отдых, машины, развлечения не получать. И как вы это воспринимаете? У меня было ощущение, что вы этого хотите в любом случае. То есть понятно, что хорошо жить хотят все, но вопрос заключается в том, как вы воспринимаете недоступность этого. Кроме кредита, большая часть денег уходит на ребенка из имбукой квартиры. Ну вот такое ощущение, что вы не определились, что вы нерешительны. Я дохода не принес никакого, все время уходит на ребенка. Опять же, как вы к этому относитесь? Решил пора что-то менять, долго определял, что можно сделать выбор. Стал место поездка второй работы по текущему направлению, удаленно работать с тестировщиком. И переходим в разработку. Ну опять же, не совсем понятно, почему именно сейчас, почему не раньше. То есть, понимаете, я уверен, что вы найдете объяснение, но вопрос заключается в том, насколько для вас это важно. Долго рассветая, определился плюсы и минусы каждого из решений. Главный минус в том, вариант работы на второй такой же, что эту работу я не люблю, так как там ничего не создаю, я только проверяю чужого, поэтому не хочу дальше развиваться. Обычно не смогу мне реализовать себя, и она мне неинтересна. Допустим, но вы говорили, что пробовал разработку, и ничего у вас особо не получилось. Почему вы решили, что получится сейчас? Есть у вас идеи, которые вы хотели бы разрабатывать. И почему вам так неинтересно, настолько неинтересно, как мне кажется, негативно неинтересно, именно тестирование и проверка чужого. Вот. Как мне кажется, будь вы человеком творческим, а творческим человеком нужно быть, чтобы разрабатывать что-то, у вас бы не осталось иного выбора, кроме как заниматься разработкой. Плюс в том, что я могу достаточно быстро на эту работу получать доход примерно такой же, я смогу позволить себе подучать, вот купить что-то, что я так давно хотел купить. Но решить это ваши проблемы внутри вас, психологические я имею ввиду. Главный минус разработки в том, что будет долгий вход в профессию, сначала обучение минимум год, потом работа за копейки еще два года, на текущий уровень дохода я выйду только года за два, за три, четыре. Я думаю, что вы учитываете здесь какой-то такой очень сухой расчет, но не учитываете случайности, не учитываете возможности. То есть, вы должны быть успешным разработчиком, в первую очередь. Чтобы быть успешным разработчиком, нужны идеи, особенно если вы хотите создавать что-то свое. Второй минус в том, что работа на полный рабочий день, поэтому мне придется меньше времени брать на текущую работу, и рано или поздно мне придется уволиться. Слушайте, ну, 10% рабочего дня, ой, 90% рабочего дня, который сейчас вы имеете, это довольно много. И... С чего вы решили, что вам обязательно придется увольняться? Потерять доходы для меня будет очень болезненно, так как расходы никуда не денутся. И... Что важнее? Представляете, если вы рассматриваете первый вариант, то получается, варианты с охором и расходом для вас не так важны. Третий минус в том, что я буду нубичком. И что? С фором такого работа придется в команде, где практически весь коллектив моложе меня на 7-8 лет. И что? Опять же, какая разница? Если вы обладаете гибкостью мышления, если вы обладаете необходимыми ресурсами, если вы горите тем же интересом, что и другие люди, какая разница, сколько вам лет? Вот это комплексы по поводу возраста. Не говоря уже о том, что начальство будет на ложе меня. И что? Это психологически некомфортно. Почему? То есть у вас тут какие-то стереотипы. Какая разница, молодее начальство или нет? Если это начальство грамотное, какая разница? Плюс в том, что на этой работе я смогу создавать свои программы, а не проверять чужие. Для вас важно создание, чем если вам что-то создавать. Я смогу реализовать себя и получать наслаждение от работы. Ну, надо сказать, что вы сейчас тоже себя, в общем-то, реализовываете. Вот. Только вам это не нравится. Вопрос в том, почему. Нет, я могу сказать, я могу понять, что вам может быть неинтересна работа, но у меня ей появилось ощущение, что она вам именно не нравится. И из-за этого появилось подозрение, что возможно, я повторюсь, возможно, вы идеализируете другую работу. Так, эта работа мне действительно нравится. Так же, в перспективе я смогу получать доход намного выше, чем получаю сейчас, лет через пять. Почему именно через пять лет? Опять же, вы идёте в творческую работу, но при этом, при этом делаете расчёты, чтобы через пять лет там дадали. То есть, как бы, ну, мне кажется, у вас уже был опыт, когда вы неверно рассчитали, и в итоге у вас появился кредит. То есть, мне кажется, что вот именно тот факт, что вы неудачно пытались открыть бизнес, да, он заслуживает своего внимания. Почему? Почему вы не рассчитали свои силы? Почему вы теперь, по сути, влезли в долги? Вот. Это очень важно. Это в этом ваш подход к жизни, к принятию решений, к выстраиванию какой-то вот такой деловой позиции. В итоге, всё сводится к выбору работы, которая мне не интересна над деньгами, или долгий путь к работе, которая мне нравится на финансовые проблемы в ближайшие три года. Как определиться с таким выбором? Очень просто. Что вам важнее? Либо деньги, либо, ну, либо симпатия к работе. Вот и всё. То есть, что вам важнее? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ваша ситуация будет разрушена. Музыка. Удачи. Удачи. Продолжение следует...